Книга открытым оком, 18 том, тема мусульманства, вопрос 3276. Говорят, что у колыбели ислама лежит меч. Разъясните, какой меч и где он сегодня? Отвечает Игнатий Тихоныч Лапкин. Коран можно понимать только с толкованием. Начало ислама лежит в послушании человеку, вышедшему из племени, жившего разбоем, ограблением караванов. Это все вошло в последующем в закон, который он введет при переходе к власти путем насилия и убийства противника. Так что и ленинская «грабь награбленная» имеет под собой очень крепкое обоснование. Моисей входил в обетованную землю точно так же. И отношение Магомеда менялось по отношению к христианам ни от чего иного, как от того, что христиане не шли путем христовой любви, а держались за меч. Было обычное византийское коварство – убийство, отравление, месть. Мухаммад не видел ни одного христианина, что видно из толкования Корана. Сура 8. В Аяте 5.6 речь идет о том, что не все мединцы захотели идти на битву в отряде Мухаммада. Некоторые так и остались в городе, считая, что это не битва на пути Аллаха, а обыкновенное нападение на караван. 8. Сура 7. Аят. Речь шла о том, что мусульмане могли столкнуться с двумя отрядами. Один из них менее вооруженный – это караван с охраной из 40 вооруженных людей, а другой – отряд мекканцев из 1000 вооруженных бойцов, вышедших навстречу каравану. Аяты 7.9. Аллах хотел утвердить истину и решил, чтобы произошло столкновение с большим вооруженным отрядом. Но приняв решение, он тем не менее прислал на помощь 1000 ангелов, приняв решение. 8. Сура 49. Аят. Скобка 47. Имеется в виду мекканцы, которые вышли с уверенностью наказать мусульман, но сами оказались побежденными. 9. Следует подчеркнуть, что по первоисточнику победа при Бадре принесла мусульманам и пророку Мухаммеду первую и довольно ощутимую славу в глазах мединцев. Сильно укрепила авторитет пророка в общении верующих. 9. Сура 4. Аят. После окончания хаджа и срока договора снова мусульмане имеют право нападать на многобожников, помимо тех, с которым заключил союз Медина. 9. Сура 5. Аят. Знаменитый, в кавычках, аята, аят меча, призывающий к установлению ислама силой меча. 9. Аят. 25. Сура. Пока Мухаммад с войсками брал Мекку 12-15 января 630 года и наводил там порядок в районе Хунайна, стало собираться огромное, более 20 тысяч войск враждебных племен, чтобы нанести удар мусульманам. 10. Мухаммад пошел ему навстречу с 12-тысячным войском. 31 января 630 года произошло крупное сражение в уазе Сихонайн, где победили мусульманские войска, а племена разбежались. 32. Мусульманам досталась большая добыча, около 6 тысяч пленных, 24 тысяч верблюдов, 40 тысяч овец и 160 тысяч дирхемов денег. 33. Такая добыча объясняется тем, что вожди племен, чтобы предотвратить бег от своих соплеменников с поля битвы, заставили их взять с собой поход семьи и все имущество. 34. В результате этого разгром имел внушительные последствия для других племен. 35. Поэтому не случайно следующий год был отмечен огромным числом племен, решивших признать над собой власть Медины и направивших по такому случаю к Мухаммаду в свои делегации. 35. Прочитанный раньше, до похода на Мекку и Хунайн и связан с войной с христианами и иудеями. До этого момента в проповеди Мухаммада люди писания отличались от многобожников. К ним выражалось сравнительно терпимое отношение. 36. В конце 8-го года хиджры, после нескольких столкновений как с иудеями, так и христианами, дается строгое предписание рассматривать людей писания так же, как неверных, наравне с многобожниками. 39. Сура 31-й по 34-й и 34-й аят Выдвигается два обвинения. 1. Иудеи и христиане воспринимают своих религиозных предводителей, книжников и монахов вместо Бога. 2. Они ведут паразитический образ жизни. Это свидетельствует об окончательном разрыве с христианами и иудеями. 9. Сура 36-й по 37-й аят Ставка, относящаяся к 631-му году, где речь идет о календаре. Здесь устанавливается священность четырех месяцев, которые считались священными и до ислама. В течение этих месяцев воздерживались от войны и набегов 1-й, 7-й, 11-й и 12-й месяцы. 9. Сура 38-й по 57-й аят Проччем в связи с подготовкой и осуществлением похода в Табук на византийские земли в северном направлении. Поход был организован в связи с распространившимся слухом, что императоры Ираклии готовят нападение на Хиджас. Но слух оказался ложным. Тем не менее, мусульманские войска вернулись из похода, совершен в октябре 630-го года, с большой добычей. 9. Сура 61-й аят Обвинение пророка в том, что он ухо, в смысле за всеми следит и выслеживает, все знает и все слышит. Это мы читали «Звезде Востока», номер 7, 90 страниц, 159-161 Римлянам 12.19 «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отомщение, я вас дам, говорит Господь». 1 Фессалоникийцам 4.6 «Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и коростолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали». Кавычки открыты. Горцы живут гораздо беднее жителей Равнины и Предгорий. Для них грабеж превратился в способ выживания. Нищие горцы уходят в города, где резко ухудшается криминогенная обстановка. Такие районы возникли, например, вокруг столицы Киргизии – Бишкека. За 150 лет население Таджикистана увеличилось в 11,5 раза. Средней Азии – в целом в 7 раз. Потоки людей из среднеазиатских республик уже хлынули в Россию, и это только начало. Условия жизни в Узбекистане, Таджикистане, Афганистане, Пакистане становятся невыносимыми, и неконтролируемые потоки низкоквалифицированной рабочей силы могут хлынуть в Россию и государства Европы. Причем новые эмигранты будут настолько дикими, что нынешние таджики и узбеки покажутся нам родными братьями. Пакистанских белуджей даже афганские пуштуны считают дикарями. Кавычки закрыты. Новости гуманитарных технологий. 19 марта 2004 года. Знамя труда. Здесь речь идет только о мусульманах. Если бы христиане пошли евангельским путем, то вместе с галатами обратились бы и арабы. Мухаммад, может быть, был бы одним из величайших проповедников Христовой Церкви. Проспали монахи и монархи, промонашили Восток, и отныне вышли уже организованные, искрепленные религиозными уставами разбойники на тропу войны. Давали 4 месяца отдыха каждый год, чтобы выросла трава на тропе, чтобы новые караваны пошли. И все это за отсутствие проповеди. То же самое и в стране. Разбойники, пьяницы, наркоманы, насильники. Те, кто не обращен ко Христу. Матфея 13.25. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницу и плевел и ушел. Тут только та разница, что враг привел с собой супротивников, басурманов. Христа не познали. Его украли, скрыли за монастырскими стенами, за богослужениями. Матфея 28.13. Украли его, когда мы спали. Иеремия 8.17. Ибо вот я пошлю на вас змеев, василисков, против которых нет заговаривания, и они будут уязвлять вас, говорит Господь. Стихотворение Земля неподвижна, небо с воды. Творец, поддержанный тобой, да не падут на сушь и воды, и не подавят нас с собой. Александр Сергеевич Пушкин Редактор субтитров А.Семкин